Если какая-то компания на выставке обосралась, то обосрались мы. Ну, типа, я эксперт, я сейчас вам расскажу, как делать фундамент. Это сейчас камин аут, я этого нигде, наверное, не рассказывал. Я стал расти, объекты стали расти, и у меня осталось из-под ног все уходить. А я не знаю почему, дядя Толя, блин, так сказал. Там, где я живу, это просто жопа, это просто дно. Мой косяк, да. Потому что всегда есть ощущение, что взгреют. Я не эксперт в строительстве, и, наверное, достаточно уже играть в эту игру. Всем привет, люди дела. У нас сегодня Андрюха, малоэтажная страна. Привет. Очередной блогер у нас на подкасте. Сегодня мы поговорим, я думаю, про многое и не про что, как всегда, около строительной сферы. Да? Да. Итак, у нас не будет, как обычно, вопросов и так далее всего. Мы начнем с того, что, скажем вам, в первую очередь, этот подкаст выйдет сразу на двух каналах. Начало или вторая часть у меня, а первая у Андрюхи. И, значит, мы начнем для тех людей, кто нас не знает. Расскажи про себя минут пять. Ну, давай я лучше про малоэтажную страну расскажу, потому что про меня-то чего. Ну, да. Малоэтажной стране в этом году 10 лет. 10 лет назад, 8 июля... 10 лет контент снимаешь? Нет, снимать мы начали в 2019. Ну, смотри, есть канал «Малоэтажная страна», а есть выставка домов «Малоэтажная страна». Да. Изначально появилась выставка. В 2013 году она открылась. 8 июля 2013 мы ее открыли. Идея появилась в 2012 году. Выставка «Малоэтажная страна» — это? Это постоянно действующая экспозиция из 60 домов, построенных в полную величину по 18 разным технологиям. В каждом доме сидит свой менеджер, в каждый дом можно зайти. Это дома полностью упакованы, то есть с мебелью, с электричеством, с отоплением, со светом, с люстрами, кроватями, шкафами, кухнями. Ну, то есть вот ты как будто кому-то домой пришел, смотришь объемно-планировочные решения, дизайн решения, технологию строительства. Ну, и в каждом доме свой манагер, и там каждый кулик свое болото хвалит. Я, короче, думал такой бизнес делать, как будто бы ты пришел к другу в гости. Один без бизнес-проектов, который у меня в башке как-то у нас много. Типа, короче, мы делаем небольшие мини-дома, и фишка в том, что, типа, дом холостяка, или дом, короче, дома хозяйки, или дом кого-нибудь, и ты, типа, приезжаешь, типа, в гости к своему другу, и чтобы попасть туда, можно только попасть по приглашению кого-то. Просто так нельзя. И там действительно книги всякие. То есть ты никогда в гостиницу приезжаешь или куда-нибудь на съемную квартиру, или как-нибудь что-нибудь такое, а где ты приходишь действительно в чей-то дом. Там сноуборды, все, то есть вещи, настоящие вещи с памятью какой-то. Да, это круто. Но видишь, какая штука оказалась? У нас в стране есть стереотип, что люди выбирают дом по технологии. Ну вот если мы выйдем сейчас на улицу, и 20 человек спросим, какой у тебя дом. Ну, у кого-то его не будет, но те, у кого он есть, скажут, кирпичный, деревянный, из бревна. Ну, может быть, скажут, двухэтажный кто-то. Но мало кто скажет, что он у меня там уютный, или у меня плоская кровля, или у меня там по технологии фахверк построен. По фахверку скажут. Но я имею в виду, что вот как раз технология стоит во главе угла. Но по факту люди, когда приходят на выставку, продается все равно атмосфера. Вот это ощущение, нравится мне или не нравится. А потом уже начинаются вопросы про технологию. Несмотря на то, что мы на входе выдаем карту выставки, и в этой карте прописано, по какой технологии тот или иной дом построен. Потому что визуально часто не определить, ну, особенно если ты там конечный потребитель, и не понимаешь в принципе в стройке. А ты подошел, о, что это за дом? Ага, там каркасный, ага, этот там из кирпича построен, условно говоря. Но продается все равно атмосфера. И если вдуматься, то когда я, например, или там любой человек мечтает о загородном доме, мы не мыслим категории технологии. Мы мыслим категории, ну, образами. То есть вот я там стою, жарю мясо, у меня там бутылочка пива стоит, ребятня моя там бегает, там из шланга друг друга поливает. Супруга идет. Ну, то есть, понимаешь, да, образы. И вот выставка дает эти образы. Причем выставка работает круглый год, каждый день. Мы закрываемся только 1 января, потому что никто не приезжает. 2 мы, думаю, уже открыты. Ну, и 31 пораньше закрываемся. В любое удобное время можно приехать, все, ты посмотрел внутри, посмотрел снаружи. Сто пудов даже кто-то живет, наверное. Не, мы не разрешаем. Не разрешаем. Да, раньше были запросы, когда мы только строились, типа, можно строителем пожить, но мы сначала смолодушничали, разрешили, а потом начались там злоупотребления всякие, и мы тему просто закрыли категорически. Тусовки стали в домах делать и так далее. Ну, да. Особенно работяги, знаешь, это же как бывает. Конечно, знаю. Я так всегда делаю. Только да. Не, ну ты, наверное, делаешь не так, как они. Там до жести доходило прям. Вот. И плюс экспертный центр. То есть в одном месте 60 компаний разных, и все эксперты… Здоровая конкуренция. Вот прям сразу товар лицом. Да, да. И товар лицом, сервис лицом, качество продавца лицом, подход компании лицом. Бытует мнение, что типа, да что они там на выставке постарались, построили хорошо, а мне они построят как-то не так. Нифига. А ты если на выставке один не можешь построить нормально, а ни один не построит? Если ты строишь хреново, то ты и на выставке построишь. Вот как ты строишь, так ты и построишь на выставке. У нас даже были случаи, когда компания начинает поднимать дом, мы такие, блин. Вы уверены, что вы вообще хотите этим бизнесом заниматься, да? Мы такие, ребят, извините, нам, наверное, не по пути с вами. Ну, особенно по первой. Сейчас-то мы научились уже там выбирать еще до того, как они начнут строиться. Но на первоначальном этапе пару компаний прям срезали. Потому что, ну, блин, мы смотрим, ну так нельзя, ребят, вы чего. При этом мы же не являемся там экспертами по строительству. Мы сами-то не строим. То есть мы, по сути, такой агрегатор. И он еще же является онлайн-площадкой. Онлайн-площадка появилась в 2017 году в том виде, в котором она сейчас есть. Сайт мы сделали в 2013 вместе с открытием выставки. Но потом мы поняли, что онлайн – это сила. И в 2017 году мы переформатировали и сделали, по сути, там из сайта-визитки портал. И стали в этот портал вкладывать деньги, стали его развивать, развивать. На сегодняшний день у нас на сайте более 3,5 миллионов уникальных пользователей в месяц. Это самый крупный портал строительной тематики Рунета. И весь этот трафик SEO – 95%. Мы платные рекламы. Большая команда все ведет это? Маркетинг – это примерно 20 человек сейчас, вместе со всем аутсорсом. Но практически весь аутсорс, который у нас есть, занят только нашим проектом. Они просто в штате не оформлены. Но это просто удобно с точки зрения бизнес-модели и управления командой. У нас 3 человека. Сейчас уже 4 человека in-house по сайту. Сайты SMM. И еще порядка 20. Это уже, наверное, сейчас не всем будет интересно. Вот эти каналы коммуникации с аудиторией, вы как их выбираете? То есть, каким образом, куда вы идете? Вообще, кто клиент? Первый и главный клиент – конечный потребитель. То есть, мы, в принципе, изначально… Я просто, если честно, вот, по-моему, даже я не помню, когда последний раз я касался сайта твоего. Но, короче, насколько я понял, там же не только… То есть, можно посмотреть про компании, правильно? Да. То есть, это, по сути, сайт-визитка кучи компаний. Ну, тут интересно. Тут, видишь, мы, когда только начинали проект… Как вы себя позиционируете? Вот кто вы? Что это за портал? Вот ты говоришь, у нас большой портал. Это экспертный центр. Это центр экспертизы о загородной жизни для конечного потребителя. То есть, стратегически мы весь наш маркетинг выстраиваем на конечного потребителя. У нас вообще нет активности на B2B, за исключением мероприятий, которые мы проводим. Но они в большей степени направлены на то, чтобы объединить строителей и производителей, строителей конструктива с инженерами и так далее. То есть, просто, чтобы некая синергия была. Вот я на форуме EGS тебя слушал, и ты довольно-таки глубоко увлечен в, ну, назовем это, IT-составляющую. То есть, именно в маркетинг. То есть, каким образом вы достаете лидов и так далее. Вот это вот все-все-все, ты там рассказывал. Ну, на самом деле, маркетинг я не веду, потому что есть мощная команда. У нас есть Леха Овсиенко, который там яйцеголовый человек. Он, ну, просто дока в интернет-маркетинге. Я просто в маркетинг погрузился сильно, потому что я его продаю. Мы продаем рекламу на сайте. Мы, ну, по сути, там занимаемся консалтингом для строительных компаний в плане маркетинга и продаж. Вот. И вот давай расскажу. То есть, есть сайт, он направлен на конечного потребителя. На сайте можно закрыть абсолютно любой вопрос касательно загородной жизни. Ну, вот текстовым контентом, там, видеоконтентом и так далее. При этом, когда мы его начинали, нам было понятно, что нам же нужно представить еще некий, ну, назовем это, интернет-магазин в кавычках, строительных компаний и их проектов. И специалисты тогда говорили, делайте либо два разных сайта, либо думайте дальше, ну, от чего-то отказывайтесь, потому что объединить это невозможно. Время порталов, когда возможно, объединить невозможно. Да, мы объединили. То есть, у нас есть информационные разделы сайта, которые приводят, собственно говоря, большую часть аудитории. Есть коммерческие разделы сайта. Это вот как раз раздел проекта, раздел строительной компании. В разделе строительной компании представлены карточки, как ты сказал, всех строителей, которые с нами сотрудничают. В разделе проекта представлено почти, на сегодняшний день, около 7 тысяч проектов этих компаний. И, то есть, человек, ну, проект – это точка притяжения. То есть, мы начинаем думать про загородную жизнь, а какой должен быть дом. И пошло. И человек заходит, он смотрит, он сумасшедший фильтр. А есть рейтинг? У вас же там огромное количество контента, который, я так понимаю, делают еще и компании, правильно? Вот как опубликовать статью у тебя там? Как это вот происходит? Есть раздел блог для этого. В разделе блог, ну, раздел блог – это такой, знаешь, нишевой Яндекс.Дзен, условно говоря. Да. Вот, то есть, любая строительная компания, любая производственная компания может завести свою страничку и на этой страничке коммуницировать с конечным потребителем напрямую. Для строителей это выгодно тем, что у нас большая аудитория, и они точно будут заметными. Да. Для конечного потребителя, ну, это поднимает доверие. Это знание, да. То есть, да, человек пришел, почитал, грубо говоря, ему там строительная компания «Ромашка» помогла с ответом на этот вопрос, с ответом на этот вопрос. И когда он созрел для строительства своего дома, он уже такой, блин, ну, точно строительная компания «Ромашка», а куда мне еще идти? Слушай, я видел, там же строят абсолютно по разной технологии. На мой взгляд, сейчас вот я бы себе делал только одноэтажный дом. То есть, я бы, короче, не заморачивался ни в коем случае не с какой-то мансардой, упаси боже, там, или даже просто с стандартным двухэтажным домом, или, не дай бог, трехэтажным домом. Вот. И этот тренд вы же как-то отслеживаете. Вообще, на самом-то деле, вы же влияете отчасти, поскольку вот куча компаний строит у вас, да, и вы видите это все, и вы понимаете, что они же строят то, что у них больше. Больше всего продается? Они строят, да, мы всегда рекомендуем строить хит-продаж, потому что что стоит, то и продается. Это как тест-драйв автомобиля, то есть ты прокатился на трех с половиной литровом движке, а тебе потом говорят, возьми двушку, и ты такой, блин, ну, что-то не то. Здесь то же самое, 70% продаж на выставке, это те дома, которые стоят на выставке. Только сделай террасу чуть-чуть побольше, давайте вот здесь, там, незначительную перепланировку, или просто сделай точно так же, только я вот шторы красные повешу вместо зеленых, и все. Вот, с точки зрения трендов, мы отслеживаем тренды по посещаемости тех или иных страниц на сайте, это первый триггер, ну, он в онлайн. Второй триггер – это опрос аудитории, которые приехали к нам на выставку. А вы смотрите дорожную карту человека, как он ходит, это никак не отслеживаете? Не отслеживается, потому что шесть входов на выставку, и люди, ну, кому-то, кто-то с этой стороны припарковался, ему удобнее здесь зайти, кто-то с этой, ему удобнее здесь зайти. При этом мы считаем всех, то есть над каждым входом есть счетчик, и мы прям четкий подсчет осуществляем, там, например, 21-й год приехал 100 тысяч человек, 22-й – 70 тысяч человек. Ты же понимаешь, что если бы я у тебя выставил дом, я бы хотел бы понимать, сколько людей заходит, и я хотел бы понимать, сколько зашло ко мне, чтобы понимать конверсию, сколько ко мне вообще доходит. Конечно, это мы отслеживаем, это мы отслеживаем. В среднем конверсия входа в дом от общего числа вошедших людей на выставку где-то от 12 до 25 процентов. Все, не могут обойти, получается? Не могут. Вот я недавно пообщался там с одной семьей на выставке, я захожу документы занести ребятам там на подпись акты, и сидит пара, ну, парень и девочка, ну, лет 30-35, может быть, они прямо контракт подписывают, и такой, о, давайте познакомимся. Я был уверен, что они узнали о нас через интернет, потому что 75 процентов аудитории, которые приезжают на вопрос, откуда вы узнали о выставке, говорит, я в интернете был, вот там на сайте, и вот я теперь приехал. Либо уже у кого-то. Да, либо по рекламе строительных компаний, по рекламе строительных, ну, как через коммуникацию с нашими участниками приезжает примерно около 10-15 процентов по году. Примерно 30 процентов наш сайт, 20 процентов ютуб-канал, там социальные сети и так далее. Прямую рекомендацию сложно, конечно, но друзья знакомые, по-моему, около, по 22 году около 12 что ли процентов, друзья знакомые посоветовали. Опять же, потому что люди приехали, даже если они не купили, они, конечно же, говорят про выставку, потому что аналогов, в принципе, нет. То есть с таким системным подходом, там, в плане маркетинга, организации всех бизнес-процессов внутри выставки и так далее. Так вот, эти ребята говорят, к моему удивлению, говорят, слушай, мы рядом с Мега Белой Дачи находимся, он говорит, мы несколько лет назад приезжали в Икею, и мы приезжали в Икею раз в 60. И он так еще на свою мадам покосился в этот момент, знаешь, глаза закатил, и вот, говорит, ремонт делали. Потом тесть отдал участок, говорит, делайте, что хотите, помнишь, дома около Икеи, поехали, поехали. И вот мы здесь. Мы приехали, четыре раза мы приезжали просто поводить жалом, посмотреть, пятый раз мы приехали в конкретную компанию, и сейчас шестой раз мы здесь подписываем контракт. Класс. То есть за один раз, ну, маловероятно. Конечно, это принятие решения долгое очень, такой продукт сразу не покупают. Но при этом скорость принятия решения растет в последние годы. Вот, 20-й, 21-й год, 20-й, потому что пандемия, и всем сразу стало надо. Да, всем сразу стало надо. 21-й год, инфляция на рынке строительных материалов, то есть люди смотрели на то, что происходит с ценами, и понимали, что нужно быстрее и быстрее денег давать, чтобы все закупили. А сейчас инфляция инженерии. Ну, в связи с параллельный импорт, вот эти все дела и так далее, да? Да. Ну, как бы, отличная куча, много замен, и параллельный импорт, на самом деле, хочешь смесь, а хочешь нет, многие вещи стало купить дешевле, из-за того, что стали завозить просто, ну, вот как-то там, тот же самый инструмент, что-то еще, по контейнерам завозят. Как бы, ну, нет, вначале был кипиш, ажиотаж, вверх, и с тачками то же самое было, что там тачки вообще просто улетели куда. А сейчас потихонечку, бушечка откатилась плюс-минус там. Понятно. Ну, в общем, завершая про выставку, то есть, любой вопрос можно закрыть на выставке, любой вопрос касательно загородной жизни, в одном месте. И еще удобно, что... А чья идея была? Слушай, идея... У нас несколько же там учредителей, собственников. Идея, да, идея, ну, несколько, ну, у нас вообще большая команда, несколько, да, там, сооснователей, скажем так, выставки, вот. Вот. Идея была случайная. У нас там рядом есть еще склады, вот. Вот. И повесили объявление, что, типа, сдается там открытая площадка. И раз звонок, типа, а можно дом построить на открытой площадке? Два звонок, три звонок. Несколько звонков таких поступило, но мы призадумались. Вот. Потом еще раз звонок поступил, мы парня позвали на переговоры. Он говорит, да, типа, надо тут асфальтом все это крошкой закатать, асфальтовые домики поставить, будет нормально. Выяснилось, что мы находимся с внешней стороны МКАДа, а внутри МКАДа садовод. И когда-то на садоводе стояло несколько домиков. И они там в раю жили, то есть там время было настолько благодатное, знаешь, как чернозем. Палку воткни в землю, она зацветет там уже через три недели. Вот. Примерно так было. И ребята, вот, помня вот эти вот времена, они такие, давайте вот там дома построим. Вот. Мы так что-то прикинули, посмотрели, проанализировали опыт Европы. Там Австрия, Германия, Польша, Чехия работают на выставках домов. То есть есть постоянно действующие экспозиции, куда люди приезжают. Причем в Германии, например, мы дружим с одной австрийской выставкой, крупнейшей в мире, Голубая лагуна называется, и с рядом там немецких выставок. Они говорят, строительные компании на выставке говорят, мы не делим маркетинговый бюджет между выставкой и интернетом. Потому что круг замкнулся. Если человек узнает о нас в интернете, первое, что он делает, он едет на выставку. Если он приехал на выставку, он с нами пообщался, потом лезет в интернет, там, читать отзывы, в общем, изучать как-то эти вопросы. Ну и мы решили, что надо делать не просто там асфальтовой крошкой закатать, а как-то серьезно подойти к этому проекту, сделать такой, ну, европейскую прям выставку. Вот. Чуваку сказали, спасибо тебе большое за идею, в знак благодарности мы тебе два участка на два года даем бесплатно. Стой, продавай, как бы, вот, выбирай участок. Молодцы, молодцы, молодцы. Он в итоге не зашел, он не потянул, там, что-то у него произошло. Ну, мы стали, проработали проект, там, планировку, естественно, глядя на Европу, как у них это устроено. Ну, и потихоньку, потихоньку. Что в России негде было подсмотреть, то есть не было аналогичных проектов. Конечно, мы там много где спотыкались. Открывая сейчас вторую выставку на Алтуевском шоссе, вот, мы, в принципе, ее анонсировали уже, и сейчас в мае месяце уже стройка запускается. Там мая, июнь, ну июня. Компания уже начинает строй. Да, 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 да. Вот, это рядом с Ашаном на Алтуевском шоссе, получается, 14, по-моему, там, километром, нет, 14 на Белодаче, там, 88-90, рядом с торговым центром «Весна». Вот где Ашан, Декатлон и Леруа Мерлен. Прямо на парковке Ашана. А тут мы уже, понятно, пройдя путь на Белой даче, ну, спотыкаемся гораздо меньше. Все равно, конечно, есть там кое-какие нюансы, но уже гораздо проще работать. Но это цель в том числе, кстати, вот. Белая дача находится, получается, на юго-востоке, Алтушка на севере, и вот еще западную точку закрыть, и все, и людям удобно. То есть ты просто в любое удобное... Ну, в Москве, да. В течение 20-25 минут на машине ты доехал по любасу. Потому что сейчас на Белую дачу, понятное дело, с пробками не всегда удобно доехать. Зато очень целевой клиент. Если до нас доезжает, стопудово ему надо. Просто так на Белую дачу люди не ездят, мне кажется. Да. Так что, ну, проект работает, проект успешный для нас, для наших партнеров, для строительных компаний, для производителей разных строительных материалов, там, инженерии, утеплителей, кровельных материалов и всего остального. А ты, вот твоя конкретная задача, экспертность, получается, ну, это, так понимаю, ты сейчас мне сказал про дело своей жизни, так сказать, или нет? Ну, по большому счету, на текущем этапе точно, да. Плюс контент. Это же нужно быть больным человеком, чтобы снимать контент. Плюс контент, да, плюс контент. Как решил стать блогером? Это, кстати, очень тоже интересная тема. Вот как ты к этому пришел? Потому что ко мне многие подходят и говорят, Рувим, а как ты вот стал снимать? Вот как, расскажи-то. Ты знаешь, как-то вот пришла мысль, что в целом контент, особенно видеоконтент, будет тащить. Сколько лет ты сказал? Это было в 2019 году мы начали. 18-й, 19-й мы вот так вот. 18-й год, это 4 года. 4 года. До этого была идея, но мы как-то, ну, типа, идея и идея. Мы как-то ее мусолили. Вот, я говорю, ребят, давайте, пора, давайте, пора. Я даже пытался что-то делать, вот, ну, как-то самостоятельно, там, на телефон подснимать. Но не было тяги, а это занимало время. А ты понимаешь, что огромное время занимает. И я так, ну, короче, начинал, бросал, начинал, бросал. Не верил сам в себя, может быть, не знаю. А потом коллеги говорят, время пришло, давай, Андрюх, надо делать. Мы сели, расписали, как что будет работать, там, какую-то контентную матрицу предварительную составили. И все, я начал делать. И уже как бы с поддержкой там своих коллег я такой, блин, все, сейчас, ну, знаешь, уже чувствуешь какую-то там... То есть ты самый разговорчивый там? Да. Я-то когда еще тему эту пихал сам, что, ребят, надо делать, надо делать, я почему-то думал, что должен кто-то другой это делать. Просто как бы идея была классная, мне так казалось. А потом говорят, ну, типа, давай ты, что, назвался груздем, полезай в кузовок. Никто не сможет. Ну, как бы, ты смотри, в любом случае в каждом канале есть душа. Есть, конечно, каналы, которые вот принадлежат компании, и все. Но их будет смотреть какой-то там, ну, какой-то процент, да, но многие смотрят же твое мировоззрение. Конечно, да, я видел, ты делаешь в основном обзоры. В основном какие-то обзоры, может быть, обзоры технологий и так далее. Это был путь в поиск контента, очень длинный. Было даже такое, это сейчас камин-аут, я этого нигде, наверное, не рассказывал. Было такое, что, ну, на тот момент YouTube состоял из экспертов. То есть люди вели каналы от строительных компаний, они сами строили и очень глубоко разбирались в технических подробностях строительных, вот, всех моментов. А я же сам не строю, то есть мы делаем выставку, мы делаем маркетинг, мы делаем продажи, мы организовываем все эти процессы. Вот, и я учил, как устроен там какой-нибудь слайно-ростверковый фундамент, буквально наизусть. Рассказывал это на камеру, там, с какого-то дубля. Мы выезжали, да, я договорился со строительными компаниями, чтобы они нам дали объект, мы выезжали на объект, снимали об устройстве слайно-ростверкового фундамента, монтировали, выкладывали, ну, типа, я эксперт, я сейчас вам расскажу, как делать фундамент. Выходил ролик. И тебе начинали втыкать в комментарии. Да, меня втыкают в комментариях, и я там что-то гуглю, серфлю, либо звоню строителям, чтобы более-менее компетентно ответить на этот комментарий. Так работает, да. Вот, но это, кстати, круто с точки зрения прокачки. Я начал разбираться в огромном количестве вопросов. Но в какой-то момент я понял, что я не эксперт в строительстве, и, наверное, достаточно уже играть в эту игру. Я эксперт по экспертам, потому что, по сути, благодаря выставке я в касании могу найти любой ответ на любой вопрос, просто позвонив кому-то. Да. То есть вокруг меня огромное количество экспертов. И я стал на этом ехать. То есть я стал приезжать к экспертам и говорить, слушай, а как ты делаешь, а как правильно делать, а вот как конечному потребителю вот здесь не растеряться и сделать правильный выбор. И это стало работать. Знаешь, ну, типа, нашел себя. Вот, и это там начало давать какой-то рост потихоньку-потихоньку. Хотя там, наверное, нельзя сказать, что у нас там самый крутой канал в отрасли. Но я хочу, чтобы у нас был самый крутой канал в отрасли. И по контенту, и по количеству подписчиков, и так далее. Мое позиционирование, я скорее такой конечный потребитель, который пытается в чем-то разобраться. Поэтому я езжу по экспертам, либо по домам, делаю обзоры, потому что обзоры тоже, обзоры формируют насмотренность. Сто процентов. Люди видят и в итоге принимают более оптимальные, правильные решения относительно, там, планировки, отделки, инженерии, ну, вот всех аспектов загородной жизни. Опять же, есть ребята, которые рассказывают про дом за миллион, и, ну, они же обманывают. Блин, это вообще дичь. Вот опять же, смотри, мы поставили в центр нашей галактики конечного потребителя, и, по сути, наша задача этому конечному потребителю донести как правильно, как неправильно. То есть мы изначально спозиционировали себя, что мы за профессиональный рынок. Мы, по сути, говорим, слушай, друг, ты, конечно же, можешь построить сам себе дом своими руками, и, может быть, даже у тебя получится. Но получается у одного там из миллиона, наверное, не знаю, из многих-многих тысяч. В зависимости от бэкграунда, конечно. Да. Есть айтишники, которые умудряются себе дома построить неплохие. Дело в том, что вот тот, кто построит себе дом, и у кого получилось, он обязательно это выложит в интернет. А тот, у кого не получилось, никогда этого не сделает. Поэтому, знаешь, ошибка выжившего. Да. И люди воспринимают, такие, ну, он смог, и я смогу. Потому что он не видит тех, кто не смог. Ты не видишь. История пишет победителя. Ну, короче, такая же штука. А потом ты можешь пойти к бригаде какой-то. Тоже, может быть, круто получится. И даже дешевле, чем в строительной компании. Может быть. Но может и нет. Но шанс очень мал. Ты должен быть разбираться, ты должен стать эксперт. То есть, как я считаю. Смотри, я-то занимаюсь внутренней отделкой. И я считаю так, что если ты не разбираешься в вопросе, ты должен разбираться в психологии и в людях. То есть, если ты не можешь разобраться, ты не можешь потратить время на то, чтобы понять, кто перед тобой стоит, насколько, что бы он ни говорил, ты же должен быть тоже не идиотом. Тогда это твои проблемы. Ты сам виноват. И часто деньги не все решают. А если еще начинают смотреть только по цене, как правило, вот эти ребята... Так и смотрят только по цене. Нет, не только по цене. Ну, большинство. Вот масс-маркет, если взять, цена это один из первых факторов. Слушай, а какой средний чек у вас на выставке плюс... То есть, от чего до чего? То есть, там дома есть и по несколько миллионов, и, наверное, десятки миллионов. Да, я думаю, где-то сейчас от полутора до 30 миллионов. До 30 миллионов, то есть. Ну, то есть, полтора миллиона, там, а-ля дачный дом, сотка, утепление, проживание с мая по сентябре. Средний-средний сегмент такой, да? Такой твердый средний сегмент. Да, да, прям твердый масс-маркет. Средний чек, наверное, там, 5-7 миллионов рублей, может быть, там, 6-8 миллионов рублей. Вот такая вилка. А никто не предлагал диджитал делать? Как в диджитал? Ну, представь себе, короче, что ты делаешь на твоей выставке шоу-рум. Ребят, кто смотрит нас, кто планирует поставить там свой дом, представьте себе, когда вы ставите такой стенд, чего-то большого и крупного, как оно должно быть. Ведь люди внутреннюю отделку же делают. Показывают, потому что просто так дом – это ерунда. А, кстати, много выставок, кто внутренний дом делает, ну, кто внутреннюю отделку делает? Много компаний, которые говорят, мы вам не только построим, а сделаем внутреннюю отделку. Да, много. Ну, рынок трансформировался сейчас. Все пришли к тому, что нужно делать полностью под ключ, потому что потребитель ожидает строительства под ключ, он хочет службу одного окна. Конечно. И строитель, который даже сам не делает внутреннюю отделку, у него обязательно есть подрядчик, который, ну, такой, типа, это мой департамент, департамент внутренней отделки. Но на самом деле это просто сторонняя компания, которая специализируется на этом. Подрядчик окей, заказчик окей, строительная компания окей, то есть все окей. Просто смотри, стройка и ремонт – это же абсолютно разные бизнесы. Это разные. Это как бы там с разными подходами, с разным уровнем, там, сложности и так далее. Ну, в ремонте больше ты, мне кажется, прости, перебил, мне кажется, что рынок сейчас трансформируется на такие маленькие сегменты, и ценность приобретают узкие специалисты или там компании, или специалисты. И у нас чувак один заливал полы, ну, эту стяжку делал в одном из домов. Вот, и я с ним разговаривался, он говорит, я работал раньше в компании, в строительной, вот я понял, что это моя тема, я дообучился заливать полы. Я сейчас только полами занимаюсь. Я больше не делаю ничего. И он дверь приоткрывает в машине, у него там несколько кепок лежит с разными брендами. Он говорит, то есть вот я сейчас с этого объекта вот эту кепку сниму и поеду вот в эту компанию, и там я буду уже другой компанией. А конечный потребитель этого не знает. Как бы к нему приехал чувак в кепке с брендом той строительной компании, в которой он купил, и это нормально. Вот. Но я еще завершить мысль хотел, что, грубо говоря, ты можешь пойти в профессиональную строительную компанию, можешь пойти построить, попробовать сам, можешь пойти к бригаде. Но есть риск там, если ты сам строишь, что у тебя не получится, а если получится, то ты должен на это посвятить огромное количество времени, нервов там и так далее. Бригада может выкинуть симку в лужу, если что-то пойдет не так, и ищи свищи. Если ты пошел в профессиональную компанию, шанс построиться качественно с первого раза наиболее высокий, наиболее высокий. Да, там тоже можно встрять очень хорошо. Можно встрять. И читай отзывы, смотри, разбирайся в процессе. Если ты хочешь куда-то инвестировать 20 миллионов, и если ты не думаешь о том, то есть не готов потратить время на то, чтобы понять, кто перед тобой стоит, ну это как какая-то, откуда у тебя 20 миллионов, мне вообще интересно. Я вижу таких людей порой, и мне просто даже интересно. Я вижу людей, которые говорят, вот нам сделали такое, там и так далее. Но это же все равно зависит очень сильно, как ты мог допустить это все. Ну то есть тогда найми человека, тогда найми человека, который будет следить за твоим этим самым. Вот я сейчас, знаешь, что я делаю? То есть по сути я могу тебе сказать, что я занимаюсь сейчас даже не внутренней отделкой, а я занимаюсь управлением отделочных работ, ну стройки, скажем так, отделки для клиента. То есть я не являюсь компанией отделочной, нет. Я предоставляю услугу о том, чтобы у него все прошло нормально. То есть у меня расписаны всякие. То есть я в принципе могу, как ты и говоришь, вот кепку снять и взять кого-то другого. Я этого никогда не делал, а сейчас понял, что в принципе это неплохо работает, если у тебя есть технология. Когда ты зовешь человека к себе, и у тебя уже отработаны регламенты, технические решения, и ты говоришь, мы с нами работаем вот так, таким образом. И то очень сложно. Но при этом все равно ты должен вызвать доверие у этого человека, и человек должен все равно каким-то набором понимания процессов обладать. То есть что, зачем? Ну, для этого есть экскурсии, для этого и есть на действующие объекты. То есть одно дело, то есть вот как я, допустим, делаю. Мы везем клиента по своим действующим проектам. Показываем ему, что есть, что мы делаем, на какой стадии, сколько это стоит и так далее. То есть понятное дело, когда ты смотришь... Я уверен, так же делают ребята, которые у тебя выставляются. Я убежден, что они смотрят готовый дом, все окей. Конечно, конечно. Просто ты же понимаешь, что в некоторых сегментах, допустим, в моем, я не могу в готовые решения звать, ну, экскурсии водить. Ну, как бы люди там уже живут, все, вариантов нет. Как бы ты можешь показать фотографии и видео, там, иногда для супер-супер каких-нибудь клиентов. Ты можешь договориться, ну, я работаю в премиум плюс, в этом сегменте очень высоком. Ты можешь договориться о том, что можно, я там приеду, покажу, что мы там сделали. Ну, и то это, прикинь, какой уровень у тебя должен быть отношения с клиентом. От сегмента зависит. В масс-маркете проще договориться. Многие, знаешь, как делают, они там, типа, мы к вам приедем, привезем вам какой-нибудь гриль в подарок, но при этом с нами приедет еще там три семьи, поделитесь, вот дайте обратную связь, как вам с нами было работать и так далее. У вас, хорошая, хороший кейс. И все, и люди говорят, блин, конечно, давай приезжай. И тем более, если человек доволен, как мы построили, то в целом договориться можно. У нас вот за время нашей выставки там кристаллизовалось регламент, чек-лист, как мы ведем переговоры со строительной компанией на предмет брать-не брать. То есть мы там знакомимся обязательно с собственниками, едем на производство, едем на строящиеся объекты, едем на построенные объекты, изучаем там в онлайн, смотрим там сайт арбитражного суда. Ну, то есть прям такая полное погружение. Вот. Потому что вам же нужны репутационные риски огромные. Конечно, конечно. Если какая-то компания на выставке обосралась, то обосрались мы. Выставка, конечно. Да, сразу. Вышла хатрощики, самые первые. Вот это, кстати, удивительно. Как-то впервые мы это почувствовали году в 2014-м. Звонит чувак. У нас еще там не было там колл-центра. И, грубо говоря, мы сами отвечали на входящие звонки. Я беру трубку, и парень говорит, вы что мне домокомплект задерживаете? Так, с бычкой. Я такой, подождите, давайте разберемся, какой домокомплект, что. Он такой, ну я у вас на выставке купил. Ну, я начинаю выяснять, понимаю, в какой компании он купил. Я говорю, а вы в эту компанию звонили? Он говорит, нет, а нафига я буду туда звонить? Я же у вас на выставке купил. Я такой, ну мы позвонили в компанию, там оказалось, ну там небольшой форс-мажор на производстве у ребят произошел, менеджер не предупредил, в общем, факап. Потом ему перезвонили, там все хорошо закончилось, слава богу. А мы сидим и думаем, ну если ты приехал в торговый центр «Мега Белая дача», пошел в магазин «Найк», купил себе педали, и они порвались. Ну вряд ли тебе придет в голову идти в администрацию «Меги» и говорить, вот у меня бракованные кроссовки, делайте что-то с этим. Ну скорее всего ты в «Найк» пойдешь. А здесь психология почему-то другая. То есть человек... Да, конечно, да. Вот, хотя мы юридически, естественно, не несем ответственности, и экономически не несем ответственности. Мы не имеем права по закону этого делать. Это административно-экономическая деятельность, хозяйственная деятельность другой компании, вообще другого субъекта юридически. Мы вообще ни при чем. Нас это удивило, но мы понимали изначально, что репутационный риск, он там во главе угла. То есть мы всегда обращаем внимание на тех, с кем мы работаем. Репутацию потерять очень быстро, можно 10 лет ее строить, и потом в 2 дня потерять ее. Вот, поэтому у нас кристаллизовался чек-лист, но это, кстати, вот тоже характеризует аудиторию. Ролик на канале «Малоэтажная страна. Как выбрать строительную компанию», где в течение 30-35 минут я рассказываю, как это делаем мы, набрал там 15 тысяч просмотров. А ролик «Самый красивый дом, который я видел», набирает 250-300 тысяч просмотров. А ролик, короче, как сломался дом там, и все, набирает миллион просмотров. Да. Ну, типа, тут ты сядь, надо взять листочек, ручку и просто записать, и сделать раз, два, три, четыре, пять, и это сведет риск потери денег к минимуму. Но человек этого не делает. Надо думать. Вот я про что и говорю, что это очень сложно. Когда мы думаем, нам больно, у нас нейроны делятся, и как бы люди не любят. Но идеальный вариант, когда ты приходишь к профессионалу, и он делает тебе все как надо с первого раза, но, к сожалению, понятное дело, для этого тоже нужно постараться. Этого профессионала нужно найти просто. Вот. У меня, короче, такая есть стука. Ремонт с первого раза. Да. Лого я давным-давно уже это сделал. В 2014 году знаешь, как это получилось? Я как раз-таки строил дом тогда. Именно дом. Я строил дом в Москве, в Подмосковье. С плиты до кровли. То есть я хотя бы занимался внутренней отделкой, но такой получился клиент мне. Говорит, давайте вот вы нам построите. И все, я шведские плиты там делал как-то. Кстати, сейчас я не рекомендую делать шведские плиты. Вот. Инертность слишком большая. Даже если хорошо. Экономически невыгодно. Вот. Получается, я приехал на переговор, и мы уже вроде как подписались на первый этап, фундамент. И он мне такое отводит и говорит, слушай, Рувим, ты знаешь, как бы вы классные пацаны. Я вижу, что все нормально. Как бы вроде все хорошо, но сейчас же будет дальше. Я просто хочу тебе как бы сказать, что я уже взрослый человек, и все мои друзья строят со второго раза. Типа того, мы сможем с первого раза? Я так на него смотрю, короче, а у меня даже мысли нет, что я не смогу с первого раза. То есть я там готовлю все, там проекты, технологии, все. Хотя я ему сказал, это, знаешь, как манипуляция честностью. Я ему сказал, что я такой проект не делал никогда, короче. Но я знаю, как сделать хорошо. То есть точно, я вот мы там из паротерма делали. У нас даже, у нас был клееный брус кровли, с клееного бруса закрытой, там прям со внутренней частью открытой. Ну, клевый, клевый проект, прям мы его весь начертили. Мы, прикинь, мы кровлю собрали на участке на полу, экраном поднимали, ставили, короче, ну, стропила, все вот эти части мы ставили. И вот, и он мне такой говорит, я, ну, типа у меня со второго раза, ну, типа бабок на второй раз не будет. А я, типа, уже, ну, пожилой человек, мне нужно с первого раза. Ты понимаешь, ты осознаешь эту ответственность? Он мне такой, типа, спрашивает. Я говорю, да, конечно, как бы, ну, я и для себя такой понял, я думаю, точно, сто пудов, все, ремонт с первого раза. И вот у меня понеслось это. А с чего вообще все началось? Что именно? Ну, вот ремонт с первого раза. Ремонт? Ну, мне нужно было сделать ремонт дома. То есть я, как бы, пришел домой, как бы я смотрел на вот это все. Так строители обычно говорят. Как ты начал строить дома? Построил себе. Мне нужно было себе построить, да. Построил себе, да. Таких очень много, таких очень много. Вот, и мне нужно было сделать ремонт дома. Я понимал, что там, где я живу, это просто жопа. Это просто дно невозможное. Вот, ну, реально. И у меня было постоянно вот это вот. Я хотел улучшить свой дом всегда. Вот, и ты потихонечку, то есть я работал там в сапожке, вот, обувь делал. И так получилось, что нужно было что-то там подшабашить. Вот, и я случайно, случайно оказался, я пришел на стройку подсобником подсобника. То есть прям вообще в самое дно, которое только можно. То есть моя задача была, знаешь, какая чистить шпателем ведро. Вот, как бы это была моя задача. И потом чуть-почуть, то есть потихоньку-потихоньку, и мы решили сделать какой-то там, что-то там покрасить какой-то потолок кому-то, что-то еще. Я думаю, во, клево, я там покрашу и у себя смогу сделать, еще там картон соберу. И в общем, у меня была идея фиг сделать себе. И когда я потихоньку стал делать себе, вот, и я понял, что, блин, тема нормальная, короче, все, меняю сферу. Я реально ушел в никуда. То есть я, когда я пошел на стройку, я типа вот ушел вообще в никуда. Ну, как-то так, и потихоньку-потихоньку. Ну, ты пошел, ты начал сам руками сначала. Я сам руками, да. Из-за всегда. Я последние, наверное, руками перестал работать последние года 2-3, наверное. То есть я всегда был в роли большого такого бригадира. Даже когда у меня 30 человек работало, я умудрялся работать руками. И только когда уже меня захлестнула операционная работа компании, когда я просто уже, уже все дальше нельзя терпеть. То есть, ну, понимаешь, грубо говоря, я уже давно езжу на Мерсе. И, короче, и все время работаю руками, потому что, короче, мне это, ну, как бы, знаешь, мне даже зашквар. То есть, ну, как бы, блин, я же, короче, ну, вот, типа, вот такой парень. И у меня и подписчики такие, понимаешь? То есть я основная, смотри, какая штука. Мы переходим ко мне. Ну, чуть-чуть. Потихонечку, да, видимо, получается, что так. Ну, ничего, мы замешаем, да, ребят, если даже подкаст будет потихоньку прерываться, что-то еще, знаете, что мы снимаем два подкаста одновременно на разные каналы. Я на своем канале молчу постоянно. Вот тут я сейчас выговорюсь, короче. Это такой эксклюзивчик, кстати, у нас будет. Так вот, и получается, я шел очень медленно, очень медленно. То есть, поначалу я стал работать просто подсобником, вот, чистить ведро и все такое. Я понял, что люди идиоты, очень быстро, вот. И где-то примерно месяца через два-три с тех, те ребята, к кому я пришел подсобником, они, я уже на следующий объект их взял к себе подсобниками. То есть, это очень у меня произошло супер. Я быстро взял ответственность на себя. То есть, я очень, я понял, что, короче, работа несложная. Ну, вообще, ну, как бы ерунда. Вот, мы делаем все. Вот, то есть, я сделал, короче, из фанеры объявления. Я написал гипсокартоновые работы, что-то там, по-моему, еще плитка. И, короче, на столбы, я из Ростова, и я на столбы их стал, короче, на большой лестнице. Я на тачке ездил и, короче, перехерачивал их, короче, на эту самую. Просто в районе, где жил, короче. И объявления клеил, вот эти вот еще, которые отрываются. Ну, типа, это был 2006 год, типа того, что-то, типа того, 2007-2006. Вот. И я, короче, расклеивал это все. И люди как-то мне звонили. То есть, эти вот бабушки, там, дедушки, всякое-всякое такое, вот. И потихоньку-потихоньку я перешел, перешел, перешел. Потом перешел в коммерцию, стал делать рестораны, что-то еще. То есть, именно как мастер. Ну, как как мастер? Как бригадир. То есть, я не брал на себя ответственность за все. Я брал на себя ответственность за какую-то часть. Вот. И эти частей все было больше, больше, больше. То есть, если я там начинал, грубо говоря, гипсокартон. Потом мы там стали делать штукатурку. Потом я купил оборудование, мы стали делать стяжку. Потом я понял, что я уже вот это вот все делаю. Ага, может, давай возьмем вот эту гостиницу и электрику в ней возьмем. И я подхожу такой к чуваку, к Артуру. И говорю, ты знаешь, давай я электрику тебе сделаю. Прикинь, гостиница пятиэтажная. Он так на меня смотрит, говорит, ты что, блин. А у меня я одного типа нанял пособника. Он работал, короче, продавал электрику. И вот там, типа, там постоянные курсы у них по повышению. Говорит, я типа смогу, точно смогу, смогу. Я такой, слушай, ну если не сможем? Он такой, сможем. И я, короче, погуглил, то все, я подхожу такой, вдохнул, говорю, слушай, я вот хочу, я еще, если что, позовем того и того, давайте я попробую. А я уже этому человеку много чего сделал. И он понимал, что я, короче, ну, типа, если говорю, постараюсь. И он такой, окей. И мы, короче, прикинь, мой первый объект, кстати, эксклюзив чистый. Мой первый объект по электрике, это была гостиница пятиэтажная. Прикинь, гостиница пятиэтажная, в каждый номер мы, короче, фигачили отдельный счетчик. Ну, потому что там нужно, они не знали, будет это гостиница или офисы. И поэтому на каждый номер нужен был счетчик. И, соответственно, совершенно другая разводка. И получается, что там куча счетов и все такое. Я только первый, второй щит, наверное, дал кому-то. Потом стал собирать сам, мне понравилось. Без образования. Образование, опять же, мне негде было научиться. Это просто, то есть я учился где-то по ютубу, где-то что-то, какие-то там штуки. Ну, прикинь, какой-то год там уже, это был, наверное, уже десятый год где-то. Вот, ни хера, ничего. А как? Тебе ничего не играло, блин? Играло. Смотри, мир как устроен. Ответственность, бабки. Очкуешь, ну, короче, не получишь. То есть вот такая история. То есть, соответственно, я взял на себя эту ответственность. Я бы очковал, конечно, я бы, да мне снилось это, ты понимаешь? Когда я взял первый потолок, я, короче, представь, вот я расклеил эти объявления все и делаю бабушкам всякую разную фигню, короче. И тут мне звонит чувак и говорит, мне нужно большой потолок из картона в ресторане. А я, ну, короче, я не делал. Я не делал такие большие потолки, вообще сложные потолки. Я приезжаю, два армянина такие, знаешь, такие, раз такие сидят. А у меня двенашка, черная, тонированная, ксенон вверх-вниз, все дела, музыки, короче, в колонке, там целые по три в этих самых. Ну, такой, знаешь, ну, короче, в этой самой, в рабочке, причем в рабочке. Я не знаю, откуда я это понял. Принято была зима. И мы, получается, мне звонит этот тип, а я, короче, делаю лифтовую в каком-то торговом центре. Какая-то шляпная работа вообще, короче, просто жесть. И звонит этот тип, мне нужен, типа, такой потолок. Я своему напарнику, ну, типа, компоненту говорю, что, ну, поехали. И мы что-то, короче, такие переоделись. То есть работа была такая, что я даже все инструменты ложил в багажник. То есть вот все, что у меня было, вожу с собой, знаешь, такая история. Вот мы, короче, складываем это все, потому что там оставить не вариант, потому что там, ну, типа, проходной двор. То есть просто, ну, представляешь себе, типа, моб торгового центра, который еще не открылся. Там 500 человек, короче, ну, жесть. Вот. Мы садимся в тачку, едем, у меня так осеняет, короче. Так, подожди, мы же крутые типы, короче, там, мы же, там, типа, нифигасе, какой потолок я им делаю. Я говорю, переодевайся. В смысле, я останавливаю машину в мороз. Говорю, все, мы переодеваемся, короче, в рабочую. И вот я переодеваюсь в эту рабочую, захожу в этот ресторан. Два этих чувака такие сидят. Тебя как звать? Я говорю, Рувим. Он как? Так, Рувим. Он такой, ну, типа, Рубик по-нашему. Я говорю, Рубик, Рубик, да, короче, вот это. И в общем. И они мне рассказывают, что им нужно сделать. И я понимаю, что жесть. Я такое никогда не сделал. Я говорю, слушай, а у меня есть один там немец, короче, чувак. А мы пересекались по объекту. Я продолжил его подсобников взять, но он меня не взял. И я ему звоню и говорю, слушай, Андрюха, так и так, короче. Тут у меня, короче, объектик такой есть, короче. Давай как-нибудь, пофиг, меня к себе не взял в подсобнике. Давай как-нибудь вместе поработаем. Ты мне расскажи, то все. И я им, короче, рассказываю. Говорю, у меня тут есть немец, короче. Он там типа технологий, кнауф. Только из Германии не приехал. Все дела, короче. А я там, у меня там инструмента по картону нет. Вот. И он такой, ну, а он когда-то касался, он без работы, короче. Он такой приезжает в этот же ресторан такой. И вообще мы вместе с ним кое-как. Он мне говорит, слушай, Рувим, ты, короче, типа аферист. Ну ладно, смотри, давай так. Хорошо, ты хотел большой потолок. Я беру все, короче, подвал. Там типа номера, что-то еще. Бассейн, хамам и там всякое такое. И верхний этаж, там тоже номера типа для жениха и невесты, президентские номера. Типа я это делаю. А ты делаешь этот большой потолок. Я типа тебе подскажу, хер с ним, короче, в общем, выходим туда. Вот. И мы, в общем-то, короче, с этого все началось. Что-то большое. То есть я затронулся до большого. И я действительно сделал. Это было просто очень сложно. То есть я вот учил вот эти немецкие переводы, короче. А у него все на немецком, короче. И я, короче, он мне такой поскидывал что-то там в интернете, что-то еще. Еще интернет был такой говеный. Вот. И я переводил, прикинь, с немецкого на английский. Что-то там как-то, короче, чтобы понять вообще узлы, примыкания и так далее. В общем, мы сделали. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть я попал в эту сферу, где я стал делать рестораны. Вот. И я сделал много армянских ресторанов. Именно армянских ресторанов. Вот в нишу. Про что ты говоришь. Нишевая история. Все. И я вот пошел, 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 пошел. Вот как-то так это все. А в квартиры потом как нырнул? А потому что, короче, смотри, какая история. Я полезный. То есть я умею сделать пользу людям. И, соответственно, они... Я делал ресторан, бизнес, понимаешь? И там экономили. Они говорят, слушай, Рубик, а вариант, типа, ну, у меня квартира, короче, надо там тоже потолки красивые такие же собрать, типа, то есть. И я, короче, начал делать гипсокартон в крутых квартирах. Вот. И чуть по чуть, короче, от гипсокартона все перешло в полный подключ в премиальном сегменте. И когда я уже приехал в Москву, я уже работал исключительно только с бизнесменами и исключительно только в верхнем... Я знаю как там... Я даже не представляю, как работать в экономии или в среднем классе. Я не понимаю. То есть у меня так получилось как-то вот случайно. И я чуть-чуть потихоньку... Я чуть-чуть не ушел в стройку. Просто вот волею случая. Мы все одурачены случайностью, да, там, или как это называется. И я волею случая, я пытался. Я заходил, несколько домов построил, и мне ниша нравится. Потому что она... Извиняюсь всех строителей, кто строит дома, но она гораздо проще, чем внутренняя отделка. Внутренняя отделка гораздо сложнее и менее доходная. И вот здесь, короче, тут уже, ну... Но так получалось, что меня не отпускали, понимаешь? То есть у меня, если ты видел мой канал или смотрел Инстаграм или что-то еще, я не делал ни разу за все свое время рекламы того, что там, ребята, у нас свободное окошко, у нас, короче, мы там делаем вот это. У меня ни одного рекламного ролика нет. Вся популярность Ютуба, она как раз-таки пришла именно из-за того, что я стал делать мастер-классы. Вот это интересный вопрос. То есть ты пришел, у тебя нет там профильного образования, ты, по сути, самоучкой через интернет там... Не было интернета. Ну, ты говоришь, что там что-то скачивали, какие-то ссылки там, что-то переводил и так далее. Вот. Плюс на клиентах, по сути, учился. Да. Вот. Мой косяк, да. На самом деле огромное количество строителей и ремонтников. Потому что, знаешь, я десятки лет дружу с людьми, кому я делал ремонты. Ну, видишь, значит, все хорошо. Да. Вот. Научился на них. Да. А дальше, сейчас ты, получается, сейчас есть Академия. Сейчас есть Академия. Об Академии немножко позже. Это сложный проект. Не, мне просто интересно... Ты сегодня видел, да? Что ты видел? Что ты понял, кстати? Вот сегодня я тебе провел небольшую экскурсию до того, как мы сели за микрофон. Слушай, я был впечатлен. Я понял, что, по большому счету, есть методология глубоко проработанная, которая позволяет человеку, который, может быть, вообще ничего не знает, или человеку, который уже является специалистом, существенно повысить свою квалификацию. Получить, я бы даже говорил, получить профессию. Получить профессию, да. То есть, ну, это учеба, это как курс в ВУЗе. Ну, по сути. Вот у меня такое впечатление. То есть, есть там глубоко проработанная теория, есть потом правильное переложение этой теории на практику, есть сопровождение качественное при этом, при всем. И плюс, вот здесь стоят образцы, которые ребята собирали. Ну, блин, это впечатляет. И это как раз говорит об эволюции рынка. То есть, ты когда... Андрюха, сегодня я попал на третий день практики у нас. Да. Финальный, да. Ты когда начинал, учиться было негде. Ну, условно говоря... А мы же все закрываем свою какую-то боль, наверное. То есть, ты же понимаешь, что это, наверное... То есть, любая... Ну, это если прям психологию уходить во всякие там психологические штуки. Я знаю много бизнесов интересных, когда человек закрывал свою боль. Ну, в смысле, сто примеров. Я сейчас даже не хочу назвать. Ну, я понимаю, что это. Да, и вот я общаюсь с многими бизнесменами, с разными ребятами, кто там вообще высоко где-то, и кто только начинает. И я вижу, что все... Он приходит и мне говорит, слушай, Рубин, давай сделаем вот такую тему. Вот там 3D принтере там то, сё. Я говорю, слушай, ты уверен, что это такое? Я начинаю его копать, и я понимаю, что просто это у него такая жесткая боль, короче, которую он хочет закрыть просто. На самом-то деле, он там хотел фары на свою машину там сделать, понимаешь? А накупил 3D принтеров, то сё, и как бы, ну, и вот... Просто вот такой хоббист как бы. Ну, то есть, сейчас, получается, рынок трансформировался так, что есть специалисты, ты и твои коллеги, кто делает, которые... Комьюнити, да, конечно. Которые, по сути, обеспечивают... Как и в стройке, как и в стройке. Взращивают, да, как и в стройке тоже такие компании есть. Ну, ты знаешь, вот смотри, у нас есть общий знакомый, Карбонит, да? Да, вот. И он попал ко мне на День строителя. Вот. И он охренел. Он просто говорит, офигеть, у вас тут целый мир, понимаешь? А я выступал спикером. Первый раз мы с тобой где познакомились? Помнишь, я был спикером на EGS? Да, да, да. В прошлом году, да, в прошлом году. В прошлом. Да, да, да. Рамиль, привет. Да, привет, Рамиль. Он меня в этом году не позвал спикером, не знаю почему. Потом, когда я уже выступал, он только говорит, ну, типа, не знаю, короче, что случилось. Ну, в общем, не суть. И, короче, получается, что я офигел, сколько вас. И я офигел, что там тоже свой уровень, свои какие-то чуваки. А я вроде как бы смотрел, но я не думал, что есть комьюнити. Я не думал, что вот вообще, то есть, это, кстати, вы гораздо позже, чем мы зародились. Мне так кажется. Я не знаю, когда вот эти сходочки ваши всякие начались? Насколько это сильно много? Вот у нас на Дне строителей сейчас соберется 2000 человек в этом году. Ну, сперва это началось, наверное, году в 18-м. Goodwood, Саша Дубовенко, он тоже, знаешь, он начал проводить House Business Day. Это, наверное, такое первое крупное мероприятие было отраслевое. До этого там тоже проводились какие-то, но либо между собойчики какие-то небольшие, а здесь вроде как он объединил всех. У него энергетика, видишь, какая? Ты же заметил, какая у него энергетика? Да, но он харизматичный тип. Максимально. Потом пандемия чуть-чуть этот градус понизила, и вот после пандемии, знаешь, в 21-22 года они просто вот так вот рынок подняли. И это, кстати, совпало еще с запуском ипотечного кредитования в ИЖС. То есть, впервые продукт появился, какой-то внятный продукт, специализирован для рынка ИЖС в 21-м году получается. Все строители ИЖС мне про это говорят, потому что это был прям бум у всех. Это драйвер, это однозначный драйвер. Слушай, а как правильно, условно говоря, вот такие академии обучения комьюнити или все-таки университет для специалиста? Смотри, давай разберемся немножко. Что такое университет? Университет — это то, когда ты получаешь фундаментальные знания, которые делают из тебя не совсем мастера, а проектировщика. Если мы говорим в плоскости монтажника, потому что мы академия монтажников, то есть, а есть университеты высшие, которые делают, по сути, проектировщиков всевозможных больших ТЭЦ, ЛЭПов, электростанций, нефтедобывающих отраслей и так далее. Представляешь, какая там проектировка должна быть? Какое там понимание нужно было? Или больших домов, или так далее. Вот. Это у нас более или менее нормально устроено. А если мы говорим про монтаж руками, то есть, а дальше ПТУ, который у нас есть сейчас в России, кого выпускают? ПТУшников. А ПТУшник кто такой? В Советском Союзе. Отвечу сразу. В Советском Союзе. Все было круто построено на чем? На том, что ребята делали большой новый мир, в котором все живут одинаково. И у тебя, и у меня абсолютно одинаковый кран. У тебя, и у меня абсолютно одинаковый котел и так далее. Понимаешь? Не было всего. То есть, мы жили в другой реальности. Не было вот этой разности, как сейчас. Представляешь, какое количество инженерии есть сейчас. А они делали ПТУ для кого? Для людей, которые обслуживают сферу ЖКХ. То есть, большие дома, элеваторы эти, ну вот эти вот все всякие разные насосные станции и так далее. И вот эта культура того, что человек за бутылку водки, короче, из ЖКХ сделает тебе все, что угодно. А все, что угодно, знаешь, почему он мог сделать? Потому что у него был абсолютно типовой кран, абсолютно типовое подключение и абсолютно типовая батарея, которая, максимум, что здесь случилось, шламом забилась. Ее так ключом постучали, открутили, короче, вылили туда и закрутили. Вот, вот что делал он. Ну, еще сортир забился. То есть, ну вот как бы, вот его задача. А что сейчас мы видим на рынке внутренней отделки? Мы видим просто десятки тысяч, десятки тысяч технических решений, которые разработаны десятками тысяч компаний, которые говорят даже на разных языках. Не то, чтобы у них была одна культура. И представляешь себе, сейчас внутренняя отделка превратилась в то, что нам нужно совместить в дизайн целую кучу инженерных решений. А что такое котельное оборудование? Какие стали сейчас котельные? А какие сейчас стали щиты, там, я не знаю, водоразборные просто? А что у нас происходит на рынке электрики? Тысячи и тысячи всевозможных технических решений, начиная от бионического освещения какого-нибудь, которое, возможно, даже не слышал, вот, заканчивая всевозможными, не знаю, там, проходными обычными выключателями, непустными для релей и так далее. То есть, и этому где должны учить? В ПТУ этому не учат, потому что там учат немножко другим, там слишком советское образование осталось, и это непрестижно. А в универах учат проектировщиков, а где ребята, которые посередине, а где те люди, которые работают руками? Их просто тупо нет. Как произошло? Я вырос до определенного момента, до определенного момента я работал-работал, и ты, когда работаешь, у тебя 5, 6, 7, 10 человек, окей, 10 – это потолок. Обычно после пяти ты начинаешь задыхаться, если ты у них бригадир, и ты, у тебя все на твоей собственной, свои ожоги, порезы, все, ты это помнишь, ты у тебя уже мышечная, костный мозг работает, даже не интеллект, а костный мозг, ты знаешь уже, как нужно сделать, потому что ты уже наобжигался. Ты берешь людей, и оказывается, прикинь, они думают не так, как ты. Прикинь? Как бы, они не просто не думают так, они еще и делают не так, как ты. А ты же, как бы, несешь, у тебя репутационные риски, ты работаешь в таком сегменте, в котором, типа, работаю я, там, накосячить не вариант, и нельзя сказать, я не знаю, или я не могу, или там что-нибудь еще, короче, вот. Ты должен прийти и решить проблему человека, то есть не убегая, как бы, а взять на себя ответственность. А ответственность – это и есть интеллект, то есть, ну, грубо говоря, чем больше ответственности на себя берешь, тем больше интеллект. И что получилось? Мы стали делать у себя в компании, я стал расти, объекты стали расти, и у меня стало из-под ног все уходить. Все-все плывет просто. Мы теряем в качестве, мы теряем в репутации, то есть для меня вещи, короче, которые я еще больше худею, от этого не могу спать, и все такое. И мы, и я стал, короче, делать технические решения, техкарты. То есть, стал описывать процессы, стал описывать потихоньку процессы, потом понял, что описание процессов этого мало, должны быть еще фотографии, потом я же делаю видосы, я стал делать видосы внутренние, я стал делать то все, потом я понял, этого тоже мало, должен быть скелет, велкам пакет, к нам человек приходит, должен получить то-то-то-то, а чтобы он получил то-то-то-то, ни хрена себе, сколько всего нужно. Это отдельная, это отдельная компания, отдельная индустрия, то есть я понял, что, я стал общаться с серьезными бизнесменами, и оказалось, что в любом серьезном бизнесе есть, оказывается, корпоративные университеты, то есть есть корп универы в каждой большой компании. И что? И я понял, я никогда в жизни не смогу сделать у себя это, потому что я очень маленький, у меня маленький оборот, у меня вообще просто никто, просто никто. Ты осознаешь, что ты такой никто. И ты думаешь, 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 но ты потихоньку все равно делаешь, и тут может ударить молния в одно место, и в одной комнате появится несколько людей, у кого-то есть какие-то решения, у кого-то есть проблема, у кого-то есть идеи, у кого-то есть деньги, и мы вдруг случайно оказались в одной комнате. И родилась Академия УВКС. Это сложный, суперсложный проект, которым я занимаюсь уже полтора года, и мы сейчас на данный момент, мы сделали что? Мы взяли фундаментальные знания, мы взяли практические знания мастеров всевозможных, мы сделали всякие фокус-группы, мы взяли методологию, и мы все это приправили моим продакшеном, который я прославился же чем? Ну как прославился? Прославился в Ютубе. Мастер-классами. Я именно и учил людей, я этим и занимался, ты понимаешь, это моя боль. То есть я рассказывал как у меня, просто рассказывал как у меня, и не всегда делал это, кстати, правильно, потому что нет кнопки рукожоп в Ютубе. Ты же делаешь, то есть есть видео в Ютубе, где чувак расплавляет газовой горелкой, короче, пропиленовую трубу и накручивает на нее железный кран. Ну это же пункт. Мы все понимаем, что это жопа. Вот. Но не все на самом деле. Он это очень убедительно делает. А прикинь, появляется второй, который говорит, не, он делает все неправильно. Он неправильную горелку, неправильную температуру держит. Понимаешь, обзор вот полная ахинея, и на эту ахинею чувак делает вторую полную ахинею. И у человека создается, что так и нужно. И он идет в магазин, прикинь, он идет в Леруа Мерлен и покупает горелку и трубу заместо паяльника нормального. И, короче, начинает. То есть и потом на полном серьезе мы видим эти все видео на YouTube. Получается, что вот этот вот весь сегмент именно специалистов, кто работает руками, он же обучался, ну грубо говоря, как-то случайно попал, ну случайности не случайно, да? Как-то попал на стройку. Я обучался. Как дядя Толя научил. Красава. Именно. И как дядя Толя научил, ты потом вырос, ты потом научил, к тебе пришел следующий, ты научил, а как? А он спрашивает, а почему так? А ты как бы, а я не знаю почему. Дядя Толя, блин, так сказал. Дядя Толя так сказал, да. Все, и я как бы так делал, и вон у меня куча объектов, и вроде бы там все окей. Да, с виду окей. Или я не знаю, да, просто когда я уходил, все было окей, вот так вот. И тут вот, ну... И то есть потихоньку-потихоньку, то есть получилось вот то, что получилось. И мы еще на стадии зародыша на самом-то деле. Нам еще очень-очень много нужно чего преодолеть, сделать и вообще пройти хотя бы без убыточности и так далее. Но в целом мне очень нравится учить. Мне очень нравится знать. Мне самому нравится знать. И мне нравится делать из ничего что-то. Мне это очень сильно нравится. Но я еще раз говорю, органически, абсолютно случайно все это получилось. И сейчас мы на той стадии, когда мы уже запустили какие-то свои первые продукты, мы тестируем их, у нас уже хорошие комьюнити образуются. К нам примкнули очень много твердых мастеров. Все, кто мои знакомые, друзья, какие-то люди из индустрии, которые становятся друзьями, те, кто занимаются каждый день, работают в поле руками. В один момент у тебя наступает, вот, наверное, после 30 у тебя наступает такая стадия, когда ты хочешь делиться тем, что ты знаешь. И когда такие люди собираются, есть люди закрытые, знаешь, которые ничего никогда никому не расскажут, но они там в самом определенном мерке живут, в определенном слое. А есть люди, которые чего-то добиваются, знаешь, они все открыты. Потому что я лично считаю, что идея стоит ноль без реализации. То есть я могу делиться любыми своими идеями, и так и делаю. Потому что, ну, ничего не стоит. Ну что, ну вот я могу рассадить весь свой бизнес-процесс, но ты попробуй его повтори. Если ты повторишь, я даже буду рад, если честно. Когда появляется, как бы, ну, вот здоровая конкуренция. Ну, здоровая конкуренция, это я считаю прям классный. Это круто. Поэтому мне нравится капиталистический склад ума, мне нравится, то есть мне нравится капитализм. Потому что это, ну, потому что это и двигатель прогресса. Выверенные решения, которые преподаются в академии, это там условно твои ошибки, ошибки ребят, которые присоединились, плюс база производителей, у которых есть школы, у каждого своя. Ты знаешь, да, да. То есть в чем проблема производителей? У них есть огромные бюджеты, у нас нет огромных бюджетов, вот, но у них есть большие бюджеты, но они заложники своего продукта. То есть не может Академия А взять продукт Академии Б, не может компания А рекламировать Академию Б. Понимаешь? Такая история. И они поэтому заложники своей истории. А ты видел какой-нибудь дом или какую-нибудь квартиру или любой ремонт, который сделан на монобренде? Ну, невозможно. Невозможно. Даже Мерседес использует детали Форда, и Форд использует детали Мерседеса и так далее. То есть Мерседес не льет стекла. Их делают у нас, кстати, если что. Ну, и так далее. Очень много для вот этой вот штуки. И поэтому, как бы, у нас есть небольшое конкурентное преимущество тем, что мы можем у себя в Академии использовать практически любые бренды, любую продукцию, ну, все, что мы хотим, то есть по факту. Вот все, что проходит наш личный внутренний уровень контроля вот нашей шапки управления, наших ребят, которые вот, скажем так, собрались, да, если нам ок, норм, мы об этом показываем. Это опять же репутационные риски. То, про что ты говорил, у тебя свои репутационные риски, у меня другие. А подходят уже какие-нибудь производители, говорят, рувим, давай. Да, у нас есть. И используй только нас. На самом деле, сейчас уже, да, год назад, конечно, нет. Сейчас уже, естественно, да. И у нас есть пакет для производителей, рекламный пакет, естественно. У нас есть пакет продукт-плейсмента и так далее. Вот. Но он, вот смотри, мы возьмем котельную, которая здесь, здесь, сзади. Вот там есть какие-то трубы, вот там есть какие-то краны, вот там есть какие-то технические решения. И мы говорим, ребята, если вы согласны на то, что мы будем использовать ваши трубы вместе вот с другими и это все показывать и рассказывать, давайте как-нибудь посотрудничаем. Вот. И, соответственно, да, такие у нас прецеденты уже есть и, конечно, то есть без этого не может быть. А дальше как? Это пункт монетизации для тебя некий? Потому что пункт монетизации для компании? У тебя краны, там, условно, ромашка, к тебе пришли краны-лютик и говорят, убирай ромашку, ставь лютик. Нет, так нельзя. Мы не бизнес-такси. То есть есть бизнес-такси, когда ты говоришь, чувак, мне, пожалуйста, музыку, 18 градусов и, короче, едем, сильно не качай, больше 40 километров в час, пожалуйста, не едь. И ты за это платишь. И ты едешь сзади и кайфуешь. А есть, короче, маршрутка, в которой, в смысле, ты рядом стоишь еще с целой кучей людей и как бы ты, и что ты едешь от точки А в точку Б, и ты, и второй человек тоже едет с точки А в точку Б. Но едут они немножко по-разному. И вот у меня, к сожалению, не бизнес-такси для производителей, у меня бизнес-такси для мастера. То есть моя главная задача это сделать так, чтобы человек понял, чтобы человек смог эффективнее и лучше зарабатывать деньги или вообще перешел в эту профессию. Именно работа руками. То есть у нас нет каких-то инфопродуктов, как делать бизнес, как масштабировать вот это вот все, вот это вот, успешный успех. Мы вообще этого не транслируем даже, в принципе, у нас даже таких модулей пока что нет. Мы сейчас думаем про курс по эффективности монтажника, но эффективность монтажника и успешный успех это абсолютно разные вещи. То есть я говорю, ребята, вы получаете маршрутку. То есть вы будете рядом еще с кем-то. Ну как бы если мог, то и нам мог. Как-то так. То есть это не ключевая, скажем так, статья доходов, но она однозначно до какого-то этапа она будет точно. Вот потом посмотрим. То есть, понимаешь, когда ты там сделал 5000 клиентов и когда ты уже зависишь от рынка, тогда да, но чтобы этот рынок узнал, ты должен на него еще зайти, доказать и так далее. То есть что-то сделать. И вот когда это произойдет, тогда ну посмотрим. Ну в принципе, статья расходов, статья, одна из статей доходов, допустим, это производители, да, как одна из статья расходов, это всякие мероприятия и так далее, которые тоже к продукту не являются напрямую, но она существует. Ну поэтому как-то так. Слушай, вот знаешь, интересно дать пользу конечному потребителю, потому что мне кажется рынок отделки, ну ремонтов и рынок стройки, они похожи в том, что человек пока туда не нырнет, пока ему вот не надо сделать ремонт или не надо построить дом, он вообще ничего не знает об этом рынке. Потом он выходит на рынок и тут 10 тысяч рублей заработал за квадратный метр в ремонте, 20, 30, 40, 50, и все друг друга продают, у этого платный выезд, у этого бесплатный выезд, у этого там так, у этого сяк, и начинает мозг течь и непонятно, как выбрать. И в стройке то же самое. Человек приходит, у этого там 50 тысяч рублей квадратный метр, у этого 100 тысяч рублей квадратный метр, у этого 200 тысяч рублей квадратный метр, Чем, что отличается, как выбрать Потому что всегда есть ощущение, что взгреют Мы не бизнес-такси А теперь представь себе, что, короче, мы еще и законы закрутим Это там думать, ну, по большому счету, не нужно И типа ты же для семьи строишь Ну ты, что ты делаешь? Ну а где эта грань обмана, скажи мне? Кто решил, сколько я должен заработать? Что мне нужно для этого? Бабки А ты взял бабки, которые ты еще не отработал И тратишь их таким образом Вот тебе карма тут же